Одни считают, что выборы на подконтрольных Киеву территориях Донбасса не актуальны, другие, что их отмена это не просто политическая провокация, а попытка разделить наших граждан. Прежде чем начать обсуждение, предлагаю посмотреть, что о местных выборах на востоке страны говорят политики. Местные выборы 25 октября 2015 года на территории Донецкой области проводить нельзя. Люди на Донбассе дезориентированы, им трудно сделать осознанный выбор. Павел Жебривский, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации. Моя точка зрения совпадает с точкой зрения Павла Жебривского. Иногда нужно чем-то жертвовать. Во время войны происходят ограничения прав людей, и это нормально. Георгий Тука, председатель Луганской областной военно-гражданской администрации. Моя личная позиция в том, что выборы на Донбассе, в частности, и на контролируемой властями территории не актуальны. Эту линию я отстаивал в Раде. К моему удивлению, партнеры по коалиции, занимающиеся уропатриотизмом, как и ОПА-блок, были за выборы в тех местах. В результате мы имеем постановление Рады о том, что выборы проходят везде. Юрий Луценко, глава фракции партии Блок Петра Порошенко. Это не просто политическая провокация. Это попытка разделить наших граждан на людей первого сорта, которым можно голосовать, и людей второго сорта, которым нельзя идти на выборы. Юрий Бойко, глава фракции партии ОПА-блок. Сегодня сказать, что невозможно провести выборы на этой территории, будет большой политической ошибкой, только приведет к дальнейшей эскалации внутренних противоречий и настроений. Выборы должны пройти по украинскому законодательству, чтобы Восток получил в органы власти легитимных представителей.